Всего лишь 2% жителей России полностью отказались от использования наличных денег. Таковы данные соцопроса Левада-центра. При этом эксперты признают, что по целому ряду причин наша страна едва ли не в обозримой перспективе догонит страны-лидеры по объемам электронных платежей. Роман Быков выяснял, почему наши граждане так любят хруст купюр. Согласно результатам опроса, проведенного сотрудниками Левада-центра, наличку до сих пор предпочитают 89% населения. На втором месте по частоте использования – дебетовые банковские карты. В том числе и те, на которые начисляют зарплаты и пенсии. Ими регулярно расплачиваются 58% опрошенных. При этом тех, кто полностью перешел на электронные платежи – всего 2%. Среди причин – размеры страны. Российская Федерация – страна очень протяженная географически. И есть огромное количество территорий, которые удалены от столицы. И где, к сожалению, охват без наличных платежей невысокий из-за того, что там просто нету таких возможностей. Между тем, в государствах с передовой экономикой лишь крайне незначительная доля торгового оборота осуществляется при помощи наличных. Достаточно сказать, что во Франции это 8%, а, например, в Швеции и вовсе 2%. Наш коллега был в этой скандинавской стране и подтверждает – как выглядит крона, он и знать не знает. Шведских крона я не видел ни как мелочи, ни как крупных купюр расплачивался. Я либо телефоном, либо картой, привязанной к телефону непосредственно, то есть системой NFC. В России же люди еще очень долго будут хорошо знать, как выглядит та или иная банкнота, говорят эксперты. И дело не только в бескрайних просторах, которые никуда не денутся, или в консерватизме старшего поколения. Важная причина – это традиционное недоверие граждан к своему собственному государству. Если мы с вами безналично оплачиваем и совершаем какие-то действия, то мы находимся под контролем государства, и, в общем-то, все наши денежные потоки, они соответствующим органам видны и понятны. В отдельных случаях это может вызывать нежелательные вопросы. Сами владельцы магазинов или заведений общепита тоже не всегда горят желанием устанавливать терминалы для безналичной оплаты. Ведь это обходится им в копеечку. Неудивительно, что в Твери стали появляться кафе, где за оплату заказа банкнотами даже сделают скидку. В итоге экономят все – и клиент, и хозяин харчевни, который к тому же хоть в чем-то чувствует себя независимым от государства.